Представьте себе, что сейчас вот на мосту, который мы сдали, Саратов-Энгельс, вот он, красавец мост, но вряд ли там могут появиться вот такие, так сказать, вещи. Собираясь в рейд, Александр Ландо ожидал увидеть разбитую набережную, но сегодня здесь вместо ям вот такие заплатки. Как после бомбежки, участок новой набережной выглядел почти все лето. Первые провалы появились уже через год после открытия пешеходной зоны. Но проблемы начались еще раньше, объясняет руководитель областной общественной палаты. Пару лет назад, когда новая набережная была только на бумаге, а регионом управлял другой губернатор, были выявлены факты неэффективного расхода бюджетных средств. 130 где-то миллионов было записано в акции счетной палаты, как нецелевое использование денежных средств. Кроме того, там много было других недостатков, и мы достаточно ввели серьезный разговор с тогдашним губернатором Павловичем Патовым, и все свои, так сказать, возмущения по этому поводу говорили, что это рано или поздно скажется на качестве. Облагородить лицо города доверили компании «Саратов ГЕС-строй». Главная версия, почему провалилась набережная – нарушение технологии. Строители сэкономили и положили асфальт на песок. Такое не должно быть. Потому что, как бы мы ни уплотняли песок, песок, в конце концов, это нижний слой основания. В любом случае должен был быть еще и верхний слой основания. И, скорее всего, это должно быть щебеночное покрытие, и щебеночное покрытие достаточно прочной марки. Провалы на набережной и освоение бюджетных средств стали главными темами у всех местных журналистов. Дошло до того, что «Акулы-Пера» решили написать петицию на имя генерального прокурора России, руководителя Следственного комитета и директора ФСБ. Кстати, под этим письмом подписались уже больше 400 человек. Чтобы петиция попала в нужные руки, необходимы подписи 500 человек. После этого, надеются журналисты, силовики ответят на вопрос, почему набережная стала аномальной зоной, где исчезают миллиарды рублей. Роман Гальперин, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив. Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив.